Дорога от Элисты до Минеральных Вод может и не заслуживает отдельной подробной серии, но именно ее все, едущие по ней во Владикавказ и Турцию с Грузией, отмечают как самую плохую. На выезде с Элисты знак говорит, что поворот на Минводы закрыт, ремонт, и все чуть дальше сворачивают налево, даже дальнобои, на Буденновск. Но мы-то готовились, читали, что правильно это надо ехать на Ставрополь. Чуть дальше, но зато хорошая дорога. А вот на отрезке Листа Буденновск, километров 10, вообще нет дороги. Грунт с огромными ямами, скорость не более 30 км в час. Мало того, кто-то чуть дальше по навигатору уходит в Ингушетию на Моздок. А там военный аэродром, блокпосты и дорога тоже так себе. Проблема в том, что навигатор всегда строит неправильный маршрут по умолчанию. Мы же катим на приютное и дивное Ставропольского края. От выезда Элисты до границы Ставрополя 70 км всего. Вот по этому соленому озеру Маныч она и проходит. Видно, как из-за жары оно обмелело сильно. Каких-то 5-7 км и в дивном никакого следа калмыцких степей. Пышная растительность, деревья и начинаются с Тавропольские поля. Вообще, конечно, удивительная у нас страна. Утром были в Саратове, в обед ехали совершенно пустынными степями Калмыкии и вот уже Ставрополье. Довольно часто станицы, прекрасная дорога, все поля распаханы и засеяны. Волгоградский бензин заканчивался, поэтому в Ипатово свернули на Роснефть, как обычно до полного 37 литров. Тут нюанс. Если на всех прошлых заправках Роснефти лили на Веру до полного, а потом рассчитывались, то здесь сначала нужно оплатить, а лишний оформляет возврат на ту же карту. После выезда с заправки в навигаторе произошел сбой. Вместо того, чтобы вернуться на дорогу на Ставрополь, он проложил альтернативный маршрут по станицам. Я не сразу это понял и заметил. В результате пришлось немного поплутать по Ставропольским поселкам. Но даже в стороне от магистральных дорог на региональных тоже все нормально. Строят новые и это радует. В Светлограде за 170 километров до Минеральных Вод сворачиваем с дороги на Ставрополь. В этом Светлограде даже вот какой-то замок свой имеется. Поселок со странным на первый взгляд названием Сухая Буйвола. Не сухой этот буйвол, а именно сухая. Оказалось, это село на речке Буйвола. И основано оно аж в 1764 году. И является одним из самых старых на Кавказе. За этой буйволой чуть не проглядел поворот на Гафицкое. Тут, конечно, старенький шершавый асфальт. Совсем прям региональная дорога. Но ехать можно. А на закате-то ехать совсем некомфортно. Солнце прямо по курсу. Вот уже и Александровская. До Минеральных Вод остается всего 60 километров. Дорога прямая, как стрела. А Кавказских гор почему-то не видно. И вот, наконец, вот они появились на сумеречном горизонте. Уже на закате въезжаем в Минеральные Воды. Как-то непропорциональное тут время. Всего-то на часах 18.40, а уже темно. Вот гора Змейка показалась. У подножия которой и расположились знаменитые Кавказские Минеральные Воды. В небе самолет с отдохнувшими здесь туристами. А это улица Ставропольская, на которой и расположен наш сегодняшний отель-гостиный двор. Большой двухкомнатный номер. Нас уже ждут. Напротив Гульба. Ресторан «Битком забит народом». Но Машеке по моей просьбе даже лапшу на вынос приготовили. Замечательные люди. Маська, Маська. Маська, Маська. Че делаешь? Путешествие. Второй день путешествий. Мы приехали куда? Мы куда приехали? В Минеральные Воды. Вот. В Минеральные Воды приехали. Утром были в Саратове, а сегодня в Минеральные Воды приехали. Вот. Вот такой вот нам номер дали в двухкомнатный. Приехали прям очень хорошо. Вон машинка наша стоит. Практически засыпало. Итого, за сегодняшний день от Саратова до Минеральных Вод проехали 1020 километров. Что очень даже неплохо за световой день осенью. Завтра будем уже в Грузии. Продолжение следует... Продолжение следует...